Всем привет дорогие друзья, дорогие подписчики и просто любители видеоигр. С вами Валерий Хаус и мы начинаем проходить игру Singularity. После третьей Resident Evil я решил передохнуть от серии и пройти что-то другое. Изначально планировалось пройти какой-нибудь платформер. Что-то я сидел смотрел смотрел, так и не выбрал какой. Потом так подумал, хочу какой-нибудь экшн-шутер пострелять, побегать, расслабиться. И на глаза мне попался диск с этой игрой. Диск уже запылился, лежал очень давно. Играл в нее тоже давно, когда она вышла я купил диск, это было где-то в далеком 2010 по-моему. Вот. Ну и собственно достал диск, стряхнул пыль, встал дисковод и вуаля, она заработала. И я решил ее пройти. Ну что, давайте начнем. Новая игра. Сложность высокая. Советский Союз продолжает наращивать политическое влияние и военную мощь. Советский Союз остается сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Но только Соединенные Штаты обладали атомным оружием. Тома заявил, что мы должны развивать ядерную технологию. Влаги свободы поднимаются по всему миру. Превосходство Америки обещало быть недолгим, поскольку Сталина уже был в работе ответный план. Во время поисков урана на маленьком острове в юго-восточном побережье СССР советские инженеры открыли Е-99, беспрецедентно мощный источник энергии. Разглядев в этом ключ к мировому господству, Сталин бросил все силы на изучение возможностей нового вещества. Задачу поручили Виктору Барисову, создавшему на острове научный центр Катерга-12. За выдающиеся научные достижения он получил Орден Ленина. Никита Хрущев, сменивший Сталина, потребовал ускорить программу и вынудил Барисова приступить к испытаниям. Е-99 оказался мощным, но чрезвычайно нестабильным источником энергии. В катастрофе не выжил никто. Москва похоронила Катергу-12 и все, что с ней связано. 2010 год. Американский спутник-шпион зафиксировал выброс радиации в этом районе. Опасаясь повторения Чернобыльской катастрофы и встревоженной молчанием Москвы, Пентагон отправляет разведгруппу в зону Катерги-12. Группа Спарта-Титан-1 на связи. Вы вошли в воздушное пространство России. Действуйте осторожно. Вас понял, Титан-1. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. Наверху были на шутку, переполошились, раз послали нас под угрозой международного скандала. Разведка поверстает, что тут лет 30, как никого. Но мы-то знаем, какая у нас военная разведка. Надо быть готовы ко всему. Спарта, сохраняйте скорости направления. Вас понял, Титан-1. Ты это видел? Спарта-2-1, Спарта-2-1. Мы засекли в вашем районе выброс радиации. Что? Ну-ка иди! Спарта-2-1. Ну вот и прилетели, называется. Ну как поняли мы из ролика мы летели на каторгу 12. Это научный центр, где давненько произошла катастрофа. летели мы выяснить, что за всплески энергии здесь были замечены. Хоть и игрушка вышла в 2010 году, выглядит она на сегодняшний день довольно неплохо. неплохо, я скажу. Вертолет так заржавел. куда подошли. Опа. И труп куда-то исчез. Ладно. Давайте посмотрим, что здесь у нас. победим наукой военная наука. Плакаты, служащие только. Все здесь переведено на русский язык. Никакое курение. Наверное, немного кривовато, но ладно. Так. Багажка, контейнер. Стимулятор. Стимулятор. Стимуляторы немного восполняют запас здоровья. Окей. Так, я полагаю, нам через каторга Заветлен. Ладно, я полагаю, нам сюда. Какая-то записка. Так. Последствия гибели доктора Демичева оказались намного хуже, чем мы думали. Мы надеялись, что доктору Борисову разрешат продолжить наши эксперименты. Но только что пришел приказ из Москвы. Наша работа признана слишком опасной. Все исследования Е-99 должны быть свернуты. Весь персонал будет эвакуирован с острова. Объект каторга 12 закроют. Все результаты нашего труда пойдут псу под хвост. Е-99 это тот же, который показывали в ролике. Элемент, который нашли русские. Так. Добро пожаловать в каторгу 12. Всем новоприбывшим необходимо пройти регистрацию. Те, кто прошел регистрацию ранее, могут войти через северные ворота. Главпорт. Нам туда походу. Так. Давайте багаж еще посмотрим. Полный запас здоровья у нас. Слава КПСС. Еще стимулятор. Это Девлин-4-1. Нас сбили. Твою мать. Повторяю. Нас сбили. Титан-1 на связи. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке. Вертушка сбита. Нас разбросала. Пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием. Судя по спутнику, вы в 30-ти километрах к югу от радиовышки. Капитан, введите отряд туда, мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа Спарта, если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора. Так, встретиться с Девлином. Имя такое Девлин. Напоминает, смотрел фильм «Притворись моей женой», по-моему. Называется комедия. Там детские какашки так называли. Хе-хе-хе. Аптечка. Чтобы использовать собранные аптечки, нажмите «H». Позднее вы сможете увеличить максимальный запас аптечек и количество очков здоровья, которое восстанавливает каждая из них. Отлично. У нас есть одна аптечка. Катарга 12. Победим наукой. Я так понимаю, собственно, вот мы приходим в этот научный центр. Так. Неправильное подключение и отключение разъема типа А приводит к его поломке, товарищ. Будь внимателен при работе с разъемами ГШР-1 и ГШР-0. Еще одна аптечка рядом с трупом. Так. Здесь все пусто. Заветлен. Входим в Заветлен. Иосиф Сталин. Заветлен. Монумент Сталину. Заветлен. Сталину. Так. Это записка. Мы понимаем, что у вновь прибывших всегда есть вопросы, но у нас мало времени. Прибывающих граждан следует опрошивать в установленном порядке, не отвлекаясь на посторонние разговоры, а после заполнения формы немедленно отправлять на следующий пост. На каждом корабле прибывает много пассажиров. Чем быстрее вы их пропустите, тем быстрее они смогут приступить к работе. Какой-то инструктаж, короче. Понятно. Все для победы. Дела Ленина живого навсегда. Гениальный план. Е-99. Ценный минерал, чьи залежи обнаружены только на территории каторги 12 в шахте глубиной более километра. Вот так. Что я и говорил, это минерал. Так, это запись. Приток новых ученых и инженеров в каторгу 12 прекратился. Говорят, доктора Барисова скоро назначат руководителем каторги 12. Но вряд ли Кремль настолько верит в его успех. Если бы доктор Демичев не погиб при пожаре... Вот так, походу доктор, который занимался всеми разработками, погиб при пожаре. Видимо, пожар это вот как раз та катастрофа, которая произошла здесь на каторге 12. В грузовой порт прибывают материалы с материка. Каждый день здесь разгружают сотни тонн оборудования и сырья. Вот так. Реактор Барисова. По окончании строительства в башне разместится реактор Барисова. Это мощное устройство для создания сингулярности, определяющего события, которое обеспечит СССР неограниченным запасом безопасной и чистой энергии. Перерабатывающий комплекс служит для очистки руды и обогащения Е-99. Меры повышенной безопасности позволяют оградить гражданское население от радиации. Железная дорога служит для транспортировки оборудования и материалов по территории острова. Она же является основным способом перевозки руды, содержащей Е-99. Ученые исследовательского центра изучают различные способы применения Е-99. В их числе разработка новых видов оружия, восстановление почвы, медицина, а также изучение времени. Добро пожаловать! На территории деревни расположена пристань, куда прибывают новые сотрудники каторги 12. Здесь находятся дома местных жителей и школа, следующая лучшим традициям советского образования. Вот мы ознакомились, в принципе, с местностью типа по карте. Мы вам все рассказали. Давайте посмотрим еще, что покажет проектор. Уброза, исходящая от Запада, не отводевает. Здесь, на уединенном острове, в каторге 12, мы ищем способ остановить эту угрозу. Работа, которую мы здесь проводим, изменит мир и спасет нас от тех, кто желает нам зла. Советские ученые нашли венец всех наших надежд и мечтаний. Элемент Е-99. Е-99 – редкий элемент, обнаруженный только на этом острове. Каторги 12 у вас есть много возможностей помочь своей стране. Ваша семья будет жить в доставке на острове. Ваши дети будут ходить в школу, где они получат лучшее образование в СССР. Научные исследования – одно из основных направлений на острове. Они охватывали сельское хозяйство, промышленность, медицину и армию. Переработка Е-99 – важная функция острова. Из Е-99 мы создаем металл, газ и другие материалы для повседневного применения. Усиленный армийский контингент обеспечивает безопасность каторги 12. Ютальские друженики – опора острова и гордость нашей страны. От железной дороги до порта каждый рабочий старается на благо Родина. Ваш самоотверженный труд позволит нам добиться главной цели, которую мы преследуем в каторге 12. Мы должны сплотиться перед лицом с западной агрессией. Вам крупно повезло. Вас выбрали для работы в каторге 12. Для вашего удобства мы перевезли сюда вашу семью. Плаченный труд – во благо Родины. Ну, можно сказать, что Е-99 заменил вообще всё. Давайте посмотрим, что тут дальше. Вот, видимо, всё вгоревшее после пожара. Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлёте. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперёд! Ну, так понимаю, нам надо добраться до вышки. Так. Какая мышь? Ух ты, можно бить. Прикольно. Прикольно. Отлично. Большая обучалка. На помощь! Скорее! Господи, вытащите меня отсюда! Что за... Миро комнат. Миро комнат. Воу-воу! Рабочий посёлок, который Г-12 переместились во времени... Во время пожара, получается, когда был пожар. Ко-то... О! О! Кто-нибудь! Нога задета. Не смогу идти. Вам придется помочь. Вытаскиваем демичево. Воу! И сюда. Где выход? Ай-яй-яй, тут все горит что-то. Демичево нельзя. Что демичево нельзя? Эй-эй-эй. Аккуратно. Не подожги меня. Демичево, что случилось? Что ты натворил? Что я натворил? Ничего. Я чуть не погиб. Мне повезло, что он меня спас. Так. Переместились обратно. Но. Теперь вместо Сталина у нас монумент Николай Демичев. Лидер новой эры, отец советской науки и радикальных научных достижений. Основанный в 1955-м. Демичев знамя знаний для народа. Дождь, кстати, пошел. Вместо ничего не поменялось. Запись. С тех пор, как доктор Демичев отбыл в Москву, приток новых ученых и техников на каторгу 12 увеличился на порядок. Видимо, его демонстрация нашей работы оказалась успешной. Мы строим новые лаборатории, а наше финансирование постоянно увеличивается. Только подумать. А ведь всего месяц назад доктор Демичев чуть не погиб при пожаре. Тот, кто спас его, спас и всех нас. Будьте тихи. Так. Технология Е-99. Во многих экспериментах, проводившихся в каторге 12, использовалось вещество Е-99. Ищите сохранившиеся разработки Е-99. Рано или поздно вы найдете того, кто сможет использовать их для разработки усовершенствований. Понятно. Они нам нужны, значит, будут для прокачки. Как я понял, здесь можно прокачиваться. Так. Так. Еще запись. Не знаю, сколько времени у меня есть, поэтому буду краток. Два часа назад сингулярность взорвалась. Погибли сотни людей. Радиация усиливается и вызывает. Она превращает людей в шутких тварей, которые питаются человеческой плотью. Надо уходить, пока они не нашли меня. Так. Тут же интересно. Какие-то монстры. Что это было? Зона-7. Титан-1! Прием! Вашу мать отвните кто-нибудь! Ответьте и скажите, что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь. Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать. Так, ладно, без паники. Следовать приказу. Продолжать движение к радиовышке. Да блин, да блин, успокойся. Я думаю, не все так плохо, как кажется. Небо такое вообще стало. Что за вспышки-то? Аптечки. Тут одна за одной аптечки лежат. Доброе утро. Пора навестить друга. Я хочу есть. Дай мне что-нибудь вкусное. Хочешь, мы споем вместе песенку? Плюшевый мишка. Ох ты, господи. Записка. Уважаемые родители Якова Мойковича. Или Майковича. Ваш сын очень плохо себя ведет. Он передразнивает меня в присутствии учеников и носит головной убор на уроках. Такое поведение недопустимо. Если Яков не будет вести себя прилично, придется исключить его из школы или принять более серьезные меры. А, Козлова. Вот такие брызги крови на стене. Опа, опа. Что это было? Часа? Не зря спустились. Так, тут что-то было на столе. Маша вернулась из лаборатории и сказала, что неважно себя чувствовать после контакта с раствором Е-99. Я предложил сходить к врачу, но она отказалась. Боялась, что ее могут убить и попросила никому не рассказывать про ее болезнь. Думала, все сама пройдет. Но со временем ее состояние только ухудшилось. Саша стала очень агрессивной. Начала бросаться на меня, как бешеная. Пришлось запереть ее в комнате. Теперь оттуда доносятся ужасные звуки. Не знаю, что стало с Машей. Я даже не решаюсь к ней заглянуть. Так, с Сашей или с Машей? С Машей просто там опечатка была. Вот это, да? Звуки такие ащие. Так, кому-то не повезло. Будь проклят день, когда мы переехали в каторгу 12. Юрий сутками не вылазит из лаборатории. Я его спрашиваю, что это у тебя за работа такая, что нельзя хотя бы ночевать дома. А он повторяет, что не может ничего рассказать, иначе нас накажут. Секретные эксперименты, секретные эксперименты, и все. Секретные эксперименты, секретные эксперименты, секретные эксперименты. моя семья мой папа работает на большом перерабатывающим заводе здесь на каторге вчера у папы болела спина когда он пришел с работы а утром у него на спине что-то выросло и мама очень испугалась максим да чтоб вас а прекращайте уже так найти оружие стрелить замок о держите центурион револьвер стреляющий мощными боеприпасами на основе и 99 обладает большую бойной силой но очень низкой скорострельностью для взгляда через прицел нажмите понятно ну что вот на этом спасибо конечно говорит что-то на спине выросла вот походу вот такая вот штуковина позвоночник пришли мишка патрончики хватит уже просто видение спасибо нифига себе она так меня покромсала очень не призаряжаешь а